Япония отменяет 30-летний мораторий на охоту на китов. Запрет на коммерческий китобойный промысел действует в Японии с 1986 года, но власти решили его отменить. В следующем году Япония покинет Международную китобойную комиссию и восстановит коммерческий китобойный промысел, сообщает агентство ЭФП. Мы решили выйти из Международной китобойной комиссии, чтобы восстановить коммерческий китобойный промысел в июле следующего года, заявил журналистом представитель правительства Йоши Хидисуга. Это решение было принято после того, как в начале года Япония не смогла убедить МКК позволить ей восстановить коммерческий китобойный промысел. Коммерческий китобойный промысел будет ограничен территориальными водами Японии и исключительными экономическими зонами. Мы не будем охотиться в водах Антарктики или в Южном полушарии, сказал Суга. Выход из комиссии означает, что японские китобойные суда смогут возобновить охоту в японских прибрежных водах на китов, которые в настоящее время охраняются МКК. При этом Япония, выйдя из МКК, не сможет продолжать вылов китов для так называемых научных исследований в Антарктике, которые были разрешены в рамках договора об Антарктике. Выход означает, что Япония присоединяется к Исландии и Норвегии, открыто отвергая запрет МКК на коммерческую охоту на китов. Группы активистов-защитников животных раскритиковали это решение, а Гринпис назвал это объявление коварным. Сегодняшняя декларация не соответствует шагам международного сообщества, не говоря уже и о защите, необходимой для сохранения будущего наших океанов и этих величественных существ, сказал Сэм Эннисли. Исполнительный директор Гринпис Джипен. Мораторий на коммерческую охоту на китов действует с 1986 года. Отметим, недавно в акватории Красного моря был впервые в истории замечен синий кит. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и httpstmicrespondent.net по материалам сайта Ньюсгроком. Продолжение следует... Продолжение следует...